ну что все дождались наконец-то моего перископа то у меня все потеряли вроде как я просто отдыхаю готовлюсь к новому году ребятки поэтому никогда особо было да я с утра на кардио и уже сразу зашла как только проснулась буквально выпила протеинчика и уже кручу велик свой любимый натощая натощая какая-то я не знаю кто такая натощая натощак нет не натощак я не натощак я выпила протеинная выпила бы сашку вот и уже уже могу крутить велик как отдохну хорошо отдохнула здорово мы на самом деле ездили в гости у нас там живут друзья в швейцарии и не мы вообще сент-морис каждый год ездим уже три года подряд доброе утро ребята вот и так в этом году снега не было мы особо не катались вот и ну просто не прикольно как снега нет вообще поэтому в прошлом году я смотрела прошлогодние фотки из интереса столько много было снега в этом году нет доброе утро ребятки как бороться с целлюлитом но во-первых питание спорт массажи все все одновременно должно быть ой с таиланда кто-то в таиланде давайте кто там синхронно в таиланде наверно круто но я не люблю жару пью протеин тоже на тренировку молодцы ребят все спортсмены а я в штатах буду в марте марте будет в штатах но я на арнольд я не тусоваться поэтому так вот новости параллельно смотрю ничего хорошего не показ тогда на телевизор не смотрела и улетала ну вот ребятки началось а то я думаю как же так мне еще ни разу не попросили показать никаких сисек сейчас я поймаю свою собаку покажу ее сиськи у нее тоже неплохие мохнатые сиськи energy diet никак я к нему никак не отношусь и как не отношусь не употребляю я не такая я не употребляю она шутит да у меня в марте первое соревнование сезон начинается у многих с апреля сначала апреля сколько помню вот и поэтому я думаю что официальную девчонок он все-таки с апреля начинается меня просто чуть пораньше я не знаю где буду еще выступать я буду на арнольде а потом не знаю мне придется ехать на россию я так понимаю чтобы получить зачет на международное соревнование я пока не понимаю где буду выступать как бы на арнольд я точно поеду а че там будет дальше я пока не понимаю как там еще тренер скажет че там куда надо вместе решать как-то чарльз бронсон какой-то ребят вы эту туфту свою сектантскую не надо мне предлагать я живу немножко в другой реальности это все эти транссерфинги реальности всякие бронсон и и прочую шнягу я как бы мечтаю себе мозг не засирает жизнь на самом деле гораздо проще чем кажется не надо это самое ерунду в эту читать так пока вес 50 нужно нужно продолжать худеть нужно в зал идти и заниматься может там уже худеть некуда а я думал этот самый перепутала брендсон который миллиардер который пишет как там жить правильно а я не знаю такого автора как он накачался без всякой дряни скажите пожалуйста я не знаю правда этого человека не знаю эту книгу но скажите пожалуйста вы уверены вы его анализы смотрели что он накачался всякой дряни или просто незнакомому дядьки на слово верите мне просто интересно даже я знаю кучу людей которые говорят о я вообще никогда ничего а сами там себя вливают такие коктейли и ну молодец он что написала грязная кучу людей которые готовы и я никогда я вообще никогда а на самом деле там такая таблица менделеева в человеке ну а вы верите этому человеку вы у него анализы брали скажите мне можно сразу силовые конечно да нет вообще глупости конечно да транссерфинг это бред уж зашло речь об этих книжках это все я просто настолько чек далеки от этого я прочитала короче тоже транссерфинг я начала читать до половины прочитала его боже мой я сойду с ума это такая ерунда ну как бы вообще для меня просчитать такой материалист мне надо какую-то конкретику вот я верю только в то что я могу потрогать увидеть реально а вот какие-то там фантазии да и я не знаю это для меня все очень сложно мне кажется все ерунда это все бред я не верю ни в какие там вещи чего свой цвет на виниле я чуть не поняла не 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 мне кажется это книжки для детей честно вам скажи кажется книжки для детей на самом деле как учить жить человека да как на самом деле все я поняла одно чем я старше становлюсь тем я понимаю что в жизни все на самом деле очень просто аж давай достраивать давай ага через 20 минут приду а значит жизни все на самом деле очень просто им просто нужно творить добро любить ближних беречь их и а всегда думайте хорошим только позитивный настрой и поверьте это очень многое уже в жизни меняет вот и не пускать свою жизнь негатив верить только в хорошее и быть добрым к себе ближним и поверьте все это возвращается тебе я верю что как-то вселенная циклично и на все что ты в нее отправляешь потом к тебе вернется это прям сто процентов и поэтому просто нужно быть добрым милосердным и любить людей любить ближних своих и всех живых существ любите ну вот у меня такой принцип по жизни и все это все эти какие-то странные техники и учения жизни это все ерунда конечно но для меня лично я никого не осуждаю может быть кого-то ребят по поводу цвета винира я не помню честно не помню я верую да я христианка православную я хожу в церковь я верую стараюсь не нарушать заповеди дочка кто-то спрашивал но сегодня 37 и 2 с утра но вчера у нас было 39 и 7 я конечно посидела просто честно вчера мне было мне очень весело я уже два дня просидела дома нигде дела не делаю потому что у меня дочка болеет я естественно с ней сижу вот на сегодня я отъеду на работу у меня сегодня последний день там надо сделать какие-то дела работа надо по любому все не заехать еще заехать еще кое-что сделать и все и просто блин это я мне придется выехать сегодня из дома в конце концов очень очень сложно конечно когда ребенок болеет я не оставляю ни с кем не с нянями там ни с кем потому что я только я знаю как сбивать ей температуру у нее такая история у меня у ребенка как врач наш говорит педиатр гипертермический синдром то есть у нее начинается расти температура если ее не сбить до 37 5 то она у нее резко до 40 буквально там за час поднимается сейчас вот я померю температуру если у нее сейчас 35 будет жар понижающий давать ей с утра не знаю насчетил спасибо спасибо очки главное что мы все елки короче прогуляли это очень обидно он так хотел на кремлевскую елку но вот за что она болеет уже теперь не пойдем на это после его года может быть если получится ну конечно расстроенная и вообще вот приятного аппетита я еще не завтракал я сейчас пойду потом позавтракаю потом я помою собаку кстати про собаку надо помыть и потом поеду на работу во время кардио да нет разрешаю на смотря кому кому-то если достаточно интенсивное кардио показано то не разрешаю а если умеренное такой мощности кардио то вполне пусть разговаривать я например на небольшом пульсе делаю кардио на среднем у меня особо она не сбивается ну скажем так в норме просто если человеку интервальное кардио то понятно что не поболтаешь это же ясно соревнования в марте я уже говорила об этом ну что вы там как новому году подготовились все закупили подарочки все все сделали кто где отмечает расскажите мне интересно все мы будем отмечать в ресторане friendly с которым мы делаем совместный проект по провкусу он и я думал может хоть кто-то готов к новому году кроме меня на красной поляне тоже классно зале а чё зал работает у нас на версия до 3 по моему отдыхает а ворд-класс только первого выходной по 2 3 не открывается я тоже ничего не я думала вот сейчас я прилечу и последние дни все сделаю но у меня дочка заболела я вообще из дома не выходил так как прилетела из швейцарии так я с ней сижу она в этот же день не заболела вот поэтому я уже офигела ночью кушать буду на новый год я вчера ездила во френдли мы делали меню какое мы будем праздничное знаете там будут в столе салаты там конечно будет оливье стоять вот ну такой ресторанный хороший но это просто символика да потом там будут всякие ростбифы порезанные рыбка там все 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 салаты ну по крайней мере на столе будут битые огурцы мои любимые вот битые огурцы буду есть там они вообще диетические абсолютно там с соевым соусом с каким-то перцем чили они очень вкусные такие остренькие чуть значит поем огурцы еще на горячее заказала креветки карри или стейк вот я взяла телятину как бы вырезку я поем телятинки поем битые огурцы пить я не буду вообще за рулем буду я уже второй год всех развожу всех довожу потому что я не пьем вообще поэтому бухать не буду собственно соевое молоко не не люблю фу гадость не такой вкус неприятный не люблю не мое вот поэтому я лучше лучше уж обычного молока попить осюж приспичил пойду так вот так сколько я кручу уже еще мало еще кручу так что приготовить на новый год ну я считаю что беспроигрышный вариант да я все режим у меня вообще я ему в принципе за него хожу ну у меня бывает чуть мило какие значит простым людям ну во первых неплохо птицу за запечь да какую-то в духовке там гуся уточку или курочку индейку я лично делаю так я из нее вырезаю снимаю кожу и вырезаю из нее грудку чё ну давай говори все что это ребенок сами поздоровался ребенок сами поздоровался ну занимайтесь конечно чё такого то грудное вскармливание нормально у меня были девчонки кто кормил и тренировался спокойно абсолютно у меня была девушка фанатка о смейте показывает смейте знаете что показывает что с утра показывать ё-моё что это за кофе что это такое зачем они это показывают с утра ё-моё жесть чё за дела ребят чё за дела ребят ой она встать не может она встать не может поднимите человека она реально встать не могла но я что-то удивилась так я так фон у меня играет и так хоп что за женщина да все что ли на ну вот видишь 3 кладин нашла не мне там есть группа у меня там что-то есть там но я не захожу в контакт общение не там не присутствует мне в принципе в контакте не нравится все модерации полной и сайт просто нарушает законодательство российской федерации напрямую абсолютно отмороженные модераторы которые ничего не делают с этим мне не нравится принципе я не люблю людей которые решают закон сама к ним не отношусь и не поддерживаю василиса тут мне курочит уже она видимо не не меня нет в контакте вообще конечно это вообще даже не захожу с какого-то момента прошло это абсолютно бесполезный сайт но он абсолютно просто ноль смысловой нагрузки это трата времени а у меня времени очень мало свободного мне от него не польза один негатив к этому одни любой может вася петя какой-то нибудь из усть пердусь к зайти написать на оскорбление гадости маты там я читала про себя сдохни тварь представьте люди мне пишут сдохни тварь на что он плохого сделал но не я не понимаю ну то есть для меня это у меня другое воспитание у меня абсолютно другое абсолютно другая ментальность у меня абсолютно другой уклад мозгов я не понимаю вообще как можно там сидеть честно я никого не хочу обидеть кто там сидит но как-то можно сидеть это просто ниже моего достоинства посещать подобные сайты что-то там придурки извращенцы да я никак не я открываю директ в инстаграме и смотрю просто там понятно что если там какой-нибудь парень из турции ахмед мухамед я даже не открывая просто удалял сразу все даже не смотрю он директор сам девчонки пишет слава богу извращенцы много не пишет всяких дебилов я туда сразу видно кто зачем пишет стараюсь просто фильтровать сообщение вдруг что-то нужное пропущу почту я свою убрала почта у меня раньше в инфошапке сейчас я убрала сейчас у меня у меня есть пиар-директор который занимается всеми вопросами очень удобно я очень рада что такой человек у меня появился в жизни у меня в инфошапке телефон висит теперь по всем вопросам все к ней звонят и в ватсап пишет нет я вам могу сказать сказать как человек который проработавший полтора года ворд-классе я работала в xfit в крупных сетях короче я работала тренером и могу сказать абсолютно точно что строгое правило за час тренировки отменяются но со списыванием денег за тренировку вот поймите такую ситуацию как тренер могу вам сказать ноги ой да как так ну вот я объясняю у тебя допустим выходной день по графику ты не дежуришь что обычно у нас рабочие дни к мы дежурим там четыре раза три четыре раза в неделю я выходной день ну ты решаешь ради клиента там одного или двух приехать провести тренировки свой выходной день а чек типа ты просто отменил конечно все свои дела мог бы отдыхать но ты решаешь просто сделать чеку скажем так одолжение и немножко подзаработать денежек да потому что не для многих там деньги с одной тренировки там они ну существенная прибавка может быть в зарплате да и ты приезжаешь выходной день у меня просто такое было допустим ради одного человека а он просто зачастую звонит да я не приеду вот и получается что ты приехал просто так ты не заработал денег ты потратил свой выходной день ради этого человека который тебя просто ну вот так вот решил бортануть я не разные бывают ситуации конечно ко мне писали девчонки типа у меня заболел ребенок ли я попала в аварию мне реально был случай когда девчонки попадали в аварию прямо перед клубом ну врезались там с кем-то притерлись было дело я конечно не списываю деньги стрель за тренировку на форс-мажор знаете как там дети болеют еще что-то по утрам проснулся у ребенка то 38 температура но я как бы такие вещи мне рука не поднималась писать носить чек у меня было такое что люди просто выключали телефон не приходили на тренировку не предупреждали злостные такие прогульщики я конечно просто молча списывала вот и все и это правило кстати ворд-классе вообще это правило ворд-классе очень строго очень жестко что деньги списываются только за 24 часа до тренировки можно отменить тренировку поэтому это нормальная практика вот если это вы не являетесь на тренировку тренировка списывает сколько утром воды до стакан выпиваю и закрутить мне тяжело с водой на я стараюсь пить на два-три литра выпиваю в день стараюсь вставлять жестко какой протеин нравится мне я гион пью между дают гион бесплатно чем не я пью гион но он вкусный поэтому я вообще спокойно я даже ничего не покупаем все гион дает в обучении в папу все так давно там учился три или четыре метрис план по месяц я не помню вас по три с половиной месяца я уже не помню перекачаются на каш перекачать лучше лежать и не двигаться чтобы мышцы атрофировались то ноги очень худые будут вообще не шевелиться поэтому тогда ноги вообще не перекачать слышать ходьбы они вдруг тоже перекачаются но бывает только много ходите это очень опасно чего у них кукла с магнитом она мне на тренажер и у нас как эти у нас к смерти этого человека вопросы есть к человеку по поводу носку я не нашла не эту нету пар по одному одела на что бывает нет нет не хотят богатину человек в разных носках пришел сегодня с утра парочка бывает нет невозможно зарабатывать только тратить возможно девочки все которые идут фитнес бикини надеется на заработки поверьте их там нет деньги там платить не будут вы можете зарабатывать деньги только на своей медийности но для того чтобы быть медийной популярной не нужно выступать в принципе можно например посмотрите на арену скором она никогда не выступала не планирует но она очень популярна она делает деньги она умеет делать какие-то интересные проекты поэтому человек зарабатывает он популярен для этого куча народу есть девочки в инстаграме всякие малолетние которые вообще ну не знаем себя позиционирует как фитнес гуру фигура вообще ужасная просто толстый попа ну как бы но иметь ввиду фигура нормально женская но абсолютно не фитнес но каким-то образом куча подписчиков и народ ведется и как говорится человек тоже зарабатывать деньги такие люди тоже есть и вообще спокойно как поэтому чтобы зарабатывать деньги не нужно выступать это не взаимосвязанные вещи к сожалению вот поэтому если хотите зарабатывать деньги можете просто так на части делать вам не нужно выступать вас должен быть интересный инстаграм мы должны правильно вести соцсети поэтому так вот а я на сушке делаю мясотерапию в основном все давно не ходил косметолога прям перед сезоном раз полгода хожу надо конечно регулярно но ну надо хорошо выглядеть безусловно странно когда девушки там не очень хорошо но я говорю есть парадоксы в инстаграме достаточно большим количеством подписчиков вы все знаете эти парадоксы которые выглядят на мой взгляд очень плохо в жизни видел этих людей и с большими попами с какими-то непонятными фигурами вообще не фитнес просто ну нормальная фигура женской обычной девушки но тем не менее умеют увлечь за собой толпу народа и подписчиков много как бы это не взаимосвязано правильно позиционирование это самое главное поэтому можете не показывать фигуру можете писать чем-то интересным и тогда люди будут за вами следить василиса нельзя это делать у тебя температура ты чего нельзя нельзя скакать можно только лежать все постельный режим да ага ну да конечно скоро мастера перехожу я очень молоденькая прям 18 лет и себе этого всего не делала то я выглядела бы гораздо старше поэтому ребят все это уходом дается каким-то да я не злоупотребляют честно я делаю all system и иногда какие-нибудь аппаратные фото там лишнодушные поры крупные помогают судить пор всякие фото терапия вся эта фигня лазерная короче эти шлифовки да не отношусь я к энерджи я не пью крахмал с сахаром я не пью такие продукты дешевые по составу и дорогие по цене это не не это не интересно мне не интересны такие продукты поэтому я пью качественно только ну в чем секрет на самом деле секрет очень объяснимо она насколько понимаю взрослая да и лет 45 50 я не помню сколько помню что она взрослая и она выглядит очень хорошо и у нее определенный контингент людей ну девушек женщин как для которых реально она пример просто надо быть примером вот а я хорошо съездила я вначале вот 53 года писать 53 годочек вот мы маме 59 но это бесполезно понимаете сколько лет я веду с ней борьбу это просто бесполезно то есть она ест она не понимает что надо есть что не надо есть объяснять ей бесполезно спортом она не занимается хотя много раз и пыталась приучить это просто бесполезно понимаете но она с удовольствием будет смотреть на таких как вот елена санджаровская да по фамилии потому что она так не может для нее это пример может быть она на нее посмотрит конечно это же начнет шевелиться но на мою маму ничего не подействует если я не подействует никто уже не подействует поверьте она вечером ставит тазик чая с конфетами себе на живот и кушает ну чё делать главное за здоровье за и волнуюсь как я же не про то что там худеть надо хотя там лишний вес тоже ведет к каким-то проблемам снег у нас до выпал но немного не особо так чтобы много снега было учет есть достаточно добываться конитив вполне ничего ладно сейчас я вам хотите знаете что я уж кардио докрутила парище завтракать работа собираться всем покажу свою елочку елочек елочек у нас подарки уже стоят подарки под елочкой у нас стоит да это большой черный пакет маме просто я не нашла это подарки моего брата это тоже подарки моего брата но мы еще не все выложили это мой мы еще не выложили это мой подарок это нашей бабушке подарок обезьяна просто наш руслан родился в гостобезьяна наша бабушка родилась в гостобезьян я говорю обезьяна обезьяна крыса я крыса Василиса вчера узнала что она крысу очень расстроилась в год крысы типа она родилась что вкусненько не на вкусненько-бы ничего не будет будет 6 белков по моему овсянками Oakland посмотреть мне тренер просто план питает мне можно посмотреть сегодня с овсянкой и без овсянке reversed это надо очень это надо понимать с овсянкой не всего непонятно пока поэтому в так что είся сказатьMac 초�čу ладно я avec hockey знаете что хотела спросить saber познетаual a clare У меня орхидея уже вылезает из горшка, как ее пересаживать интересно. Я думаю, горшок что ли разбивать? Я не понимаю. Кто не знает, как ее пересадить? Я не понимаю просто, как ее пересаживают. Она уже просто так плотно вросла, уже корнями, что я не понимаю. Фруктики. Никто фрукты не ест особо дома, засыхает все. Ну как, очень легко, скажите. Наверняка у кого-то здесь у нас тут лежат. Ну я не ем это так лежат. Пока цветет нельзя, так понятно. А как его оттуда из горшка доставать? Она просто так плотно там в горшок что ли разбить? Или ее просто дернуть оттуда? Я не понимаю. Она чего, оттуда вы не вынимает сразу? Мне кажется, она не вынимается оттуда. Ну я не знаю, какую вынуть вообще. Есть только корни. Я просто боюсь корни повредить. Ну а надо выковыривать как-то. Я боюсь просто корни повредить ее над чем-то подковырнуть. Понятно, короче не бояться ее, просто дергать ее оттуда и все. А, много воды и содержимое выйдет. Все, спасибо. Потому что сейчас она цветет тогда. Хорошо, что я не сказала, что я собралась ее пересаживать. Буду ее пересаживать. Я очень люблю цветы домашние и орхидеи тоже мне очень нравится. Надо еще мне завести парочку. Вот, ну ладно, ребятки. Так, в смысле? Ну да, льняное масло, конечно, ложку с утра можно... Мне тренер пишет вообще в протеин просто наливать ложку масла и все. Ну ладно, ребятки, пошла кушать в душ и на работку. Я с работы выйду, у нас сегодня Настя будет. Может быть, с Настей мы сегодня выйдем, потренируемся. Если у нее настроение будет, то она любит перископ включать. Вот, поэтому, да, попозже чуть-чуть, где-то в 12-12.30 будем с Настей тренироваться. Выходите, может быть, мы потренируемся вместе в перископе. Вот, поэтому я вам хорошего дня желаю и всем новогоднего настроения. Поэтому пока!